Интерес к чтению у детей падает. Даже малыши в большинстве своем уже не воспринимают книгу как нечто особенное, как сокровище, приоткрывающее дверь в страну сказок и волшебства. Больше внимания и интереса ребята проявляют к гаджетам. Педагоги, работающие с дошкольниками, пытаются придумать какие-то новые способы и методы, чтобы увлечь своих воспитанников книгами. Своими наработками воспитатели поделились на встрече в детском саду номер 14. В частности, педагоги незабудки рассказали о клубе семейного чтения «Родничок». Потихоньку, маленькими шагами у нас присоединяется к этому клубу очень много родителей. Также собираем мы опыт семейного воспитания именно по данной теме, их обобщаем. С этим опытом знакомятся у нас родители и другие родители, которым тоже не безразлична эта тема. Совместное чтение объединяет детей и родителей и хорошо развивает малышей. В этом году из-за пандемии проводить занятия в клубе в вочном формате запретили, поэтому воспитатели стали искать другие варианты, как заинтересовать детей книгами. В одной из групп придумали организовать полочку для буккроссинга. Ребятам предложили принести из дома книги, которые они уже прочитали, и начать книгообмен. После прочтения дети могут поделиться впечатлениями от книги с помощью специальных значков. И много нечитающих детей стало проявлять интерес к книгам. То есть первые задатки появились в чтении, пусть даже это чтение по слогам, но оно появилось. И очень приятно, что такая форма работы нам попалась. Мы продолжаем ей заниматься и будем продолжать, будем привлекать другие группы детского сада. В дальнейшем воспитатели планируют снимать буктрейлеры, короткие ролики, в которых воспитанники рассказывают о своих любимых книгах. Своим опытом при учении ребенка к чтению поделилась с педагогами и мама одного из воспитанников 14 сада. Татьяна Насекина с младенчества читала книги сына Тимофею. Когда малыш подрос, его записали в библиотеку. Татьяна советует читать ребенку каждый день. Даже если навалилось много домашних дел, можно выделить хотя бы 5 минут на книгу. И книжки он выбирает сам. То есть хочет Маугли, значит Маугли. Хочет одну книжку весь вечер, вот как я говорила, мы две недели читали одну и ту же книжку, значит мы будем читать две недели одну и ту же книжку. И книжки я стараюсь читать не монотонно, там он быстрее-быстрее оделся, а по ролям и голос изменяем. В планах воспитанников детского сада номер 14 проводить подобные педагогические гостиные два раза в год. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.